Дай почитать. Во-первых, Китай очень опытный, грамотный, очень жесткий партнер, который с располагающей дружелюбной улыбкой на лице будет спокойно и безжалостно подчинять вас своей воле, своим планам и намерениям. А все витиеватые, якобы искренние уверения в дружбе всего лишь дань традиционной вежливости. Во-вторых, здесь один бог – выгода для себя и никаких сантиментов. И все же каждый, будь то турист или бизнесмен, должен помнить о том, что важно сохранить свое лицо – гуанси. А это очень трудно. Алексей Маслов дает верные, грамотные рекомендации, начиная с вопросов о названии страны. Китайская народная республика была официально провозглашена 1 октября 1949 года. Ни в коем случае не путать с Китайской республикой, основанной в 1911-12 году и по официальной версии просуществовавшей до 1949 года. И не упоминать ни в коем случае Тайвань. Также он говорит о понятиях китайского национализма, о национальном характере, о мягкой силе, о административной структуре Китая и о правилах китайской вежливости, тонкости общения, китайском дресс-коде и ритуале обедов и ужинов. Вы можете не знать ничего о Пушкине, Толстом, Достоевском, но при этом оставаться полноценным гражданином России и реализовать себя как личность. Но вы ничего не сможете сделать в Китае, если не поймете сути конфуцианства, целой системы политических и морально-этических взглядов. Еще в Китае социальная группа важнее личности, потому что китаец воспринимает мир через восприятие групп. Китайцы все готовы превращать в товар, если в том есть хоть малейшая потребность. Это такой национальный невроз. Целый народ пытается продать хоть что-нибудь с выгодой для себя. Ни в коем случае не одевайтесь в Китае в белое. Это цвет траура. А самый счастливый цвет – красный. Ну и тут важно соблюсти меру. И не дай бог кому-то подарить четыре белых розы. Ведь четыре и смерть звучит одинаково. Сы. Потому все цифры, кстати, включающие четверку, 14, 44, 40, неблагоприятны. А удачное число – восемь. Напомню, что Олимпиада в Пекине началась 8 августа в 8 часов 8 минут в 2008 году. До новых встреч. Дай почитать.